Сегодня в зале администрации района под председательством Заура Хамирзова состоялось очередное заседание районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Кашхабльского района, на котором было рассмотрено пять вопросов. О состоянии автомобильных дорог местного и республиканского значения на 25 ноября 2019 года и о технической готовности к зимнему периоду доложил генеральный директор акционерного общества Кашхабльский ДРСУ Махмуд Хатков. Кашхабльский ДРСУ в соответствии с государственными контрактами, заключенным с АДГ «Автодорф», в текущем году выполняет дорожные работы по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования. Нет искусственных сооружений, на них граница Кашхабльский район республиканского значения. Протяженность автомобильных дорог общего пользования Кашхабльского района на сегодняшний день составляет 177,2 километра. Из них в том числе с асфальтобетонным покрытием 143 километра, с черногравиным покрытием 25 километров, с гравиным покрытием 8 километров. К одним из важнейших показателей автодорожных, характеризующих транспортно-эксплуатационное состояние в различные периоды года, относят скорость, пропускную способность, безопасность и непрерывность движения автомобиля. Данные показатели зависят от эффективности мероприятий и работ по содержанию автомобильных дорог. На сегодняшний день содержание автомобильных дорог общего пользования является основной видом деятельности Кашхабльского района. В целях повышения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог по состоянию на 25 ноября текущего года выполнены следующие работы. Содержание действующей сети автодорог по следующим направлениям. Ямочный ремонт асфальтобетонных и черно-гравильных покрытий с применением мелкозернущих асфальтобетонных смесей на общей площадке 3450 квадратных метров. На участках автодорог, не подлежащих ямочному ремонту, с виз большим процентом разрушения покрытия, были выполнены выравнивающие слои из горячих асфальтобетонных смесей, а именно на автодороге. Майкоп-Геогинская, Псебайзинчук, Солучаевск, 80-50 метров, Кашхаба-Соколов, 200 метров, автодорога «Сельный отход» Кашхаба-200 метров, автодорога «Кашхаб-Нокурганец» 200 метров, автодорога «Игнатьевский-Донковская» 100 метров, подъезд к «Кутеру-Свободный труд» 100 метров, подъезд к «Кутеру-Чехрак» 200 метров, подъезд к «Каулу-Хоть» 200 метров, на автодороге «Кашхаба-Игнатьевский-Бечерсинь» 100 метров, подъезд к «Кутеру-Красный-Парс», подъезд к «Кунароково» общая протяженность составила 2,5 километра. Председатель комиссии выразил надежду, что служба АДРСУ во главе с новым руководителем будет плодотворно сотрудничать с районной администрацией, ГИБДД и сельскими поселениями. Далее с подробным докладом о состоянии аварийности на дорогах Кашхабльского района выступил начальник ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Азамат Курашинов. За 10 месяцев 19-го года на территории Кашхабльского района зарегистрировано 17 дорожных транспортных происшествий. Аналогично в периоде прошлого года было зарегистрировано 29, при котором 6 человек погибло, ППГ 7 и 16 человек получили следственное повреждение. В прошлом году 47 человек получили. Азамат Курашинов также рассказал присутствующим о принимаемых мерах по снижению смертности от дорожно-транспортных происшествий. Перечислены все проводимые ими профилактические мероприятия. По итогам проведенных мероприятий в учетном периоде на обслуживанной территории выявлено 315 административных правонарушений. Из них за различные нарушения правил дорожного движения материалы по 195 административным правонарушения направлено рассмотрение в мировом суде. В службу судебных пристав направлено 685 постановлений о взыскании штрафа на сумму 1,2 млн. рублей. Следующий вопрос, который обсудили участники заседания, это вопрос о проделанной работе по снижению детского дорожно-транспортного травматизма. За 10 месяцев на территории Кашхабрского района с участием несовершеннолетних зарегистрировали 4 дорожно-транспортных происшествий. В аналогичном периоде тоже было 4. Из них пострадало 3 ребенка на аналогичном периоде 6. Погибло 2 ребенка. В прошлом году 1 ребенок. В целях пропаганды безопасности дорожного движения предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники ГИБДД закреплены за общеобразовательными учреждениями Кашхабрского района. В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечения безопасности несовершеннолетних и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей, пешеходов и пассажиров. В связи с этим за 9 месяцев текущего года 13 общеобразовательных и 13 дошкольных организаций Кашхабрского района в целях профилактики детского и должностного транспортного травматизма проведено 47 лекций в общеобразовательных организациях и 25 лекций в дошкольных образовательных организациях. Также сотрудники ГДС вместе с общественными организациями на постоянной основе проводятся профилактические акции, в которых принимают участие воспитанники учащихся образовательных организаций, учреждения для изучения навыков безопасного поведения на проезжей части бюро, а также правила нахождения в транспортном средстве в качестве пассажира и в качестве пешехода. По этой же теме выступила заместитель начальника управления образования Нурет Бричева. Образовательные учреждения района несут равную ответственность вместе с родителями за обеспечение безопасности детей на дорогах. По многим пунктам моей информации выступил предыдущий товарищ. Я хочу сказать, что все школы у нас обеспечены школьными автобусами. Школьные автобусы тоже часть предотвращения дорожно-транспортных происшествий с детьми на дорогах. Школьные автобусы у нас обеспечены всем необходимым оборудованием и сигнальными кнопками, и ремнями безопасности, и системой ГЛОНАСС. При подвозе детей в школу сопровождающие учителя у нас обозначены приказами руководителей образовательных учреждений. Особых происшествий и случаев по подвозу детей у нас не было. Возникают мелкие какие-то вопросы, которые решаются по ходу дела. Подвозится 1305 детей в образовательные учреждения. По мероприятиям, которые проводятся в образовательных учреждениях, это и в садах, и в школах. Касаемые учебной деятельности, это на уроках ОБЖ, уроках физкультуры, в начальных классах, на уроках окружающий мир. Большое внимание уделяется данному вопросу. Проводятся также уроки безопасности. В сентябре, в октябре прошли недели безопасности. Значит, к началу учебного года летом были приобретены светоотражающие жилеты на общую сумму около 140 тысяч рублей для обучающихся начальных классов на 1550 человек. Мероприятиям, которые проводятся в республике, ну, ранее выступавший товарищ сказал, что республиканское мероприятие, мероприятие «Безопасное колесо», там наши дети принимают участие. Принимают они участие в мероприятиях, которые проводятся и отделом ГИБДД. Значит, большое внимание этому вопросу уделяет специалист ГИБДД Карданова. Она в тесном с нами сотрудничестве проводились операции. Значит, внимание, дети, осторожно, пешеход. Во время работы летних лагерей большое внимание этому вопросу уделяется. На прошлом заседании вы нам давали поручение, чтобы мы в связи с происшествием в Чехраке побывали на родительских собраниях. И этот вопрос подняли бы. Вместе с Амином Хатальевичем, вместе с Кардановой управление образованием во всех школах, значит, в сентябре-октябре побывало на родительских собраниях. И этот вопрос, в частности, одним из вопросов обсуждался. О проводимой профилактической работе с гражданами, лишенными водительских прав в состоянии алкогольного опьянения, доклад представили глава Бричепсинского сельского поселения Беслан Шиков и руководитель администрации Вольнинского поселения Мурат Хагоров. Заместитель начальника Кашхабского районного отдела судебных приставов Аскер Микулов ознакомил членов комиссии с организацией работы по взысканию штрафов в области безопасности дорожного движения. В завершение глава района порекомендовал всем участникам заседания комиссии подтвердить проявленную активность и заинтересованность в обсуждении озвученных вопросов реальными делами.